Добрый день, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл телепередач «Вместе к победе» нашу серию интервью с непосредственными участниками специальной военной операции, контрактниками, добровольцами и мобилизованными. И сегодня у нас в гостях заместитель командира именного батальона «Ульяновск» Алексей Корнячук. Позывной «Фидель», называю позывной, потому что наши телезрители с ним уже наверняка по позывному знакомы. Мы встречались буквально в октябре у поселка Рубежное. День добрый! С того момента, как мы уехали, а уезжали мы на очень-очень тревожной ноте, как складывалась боевая обстановка у подразделения? В основном без изменений. Мы также находимся в состоянии активной обороны. Позиции у нас те же самые остались, как с августа месяца мы их заняли. Ротацию подразделений проводим внутри самих подразделений. Было у нас подкрепление, прибыли люди со всей страны, порядка 80 человек. Сейчас они все находятся уже по подразделениям и выполняют свои обязанности на линии боевого сопровикновения. Расскажите немного о тех подвигах, достижениях ребят из «Ульяновского» подразделения, которые были за эти полгороды. Как я понимаю, вы как замполит подаете на награждение документы? Так точно. Практически всех парней хочу выделить в лучшую сторону, но есть те, которые выделяются. Начиная от тех ребят, которые на ЛБС уничтожают дроны противника. Артиллеристы наши работают круглосуточно практически с доказанным уничтожением боевой техники и личного состава противника. Ребята, которые водители, постоянно на ротациях, вообще все эти ночные выезды, это тоже вполне опасная работа. Каждого из них старался отметить и по согласованию с командиром батальона подавали списки на награждение боевыми наградами, а про ведомство это и так все будут награждены, потому что они там находятся с августа месяца. Как заместитель командира по политической работе, вы занимаетесь и взаимодействием с институтами гражданского общества, насколько я понимаю, здесь, в Ульяновске, вы тоже проводили какую-то воспитательную работу, но уже не с бойцами? Мы проводили уроки мужества совместно с боевым праздником, членом которого я являюсь. Это одна из сторон. Там, на территории освобожденной от противника, конечно, мы поддерживаем и связь с администрацией, и с церковью, и медучреждения, также оказывали помощь музыкальной школе. Работы очень много. Организовали, кстати, телемост с родственниками наших бойцов, может, видели репортаж. Работы очень много, практически круглосуточно она ведется, это не считая того, что надо выполнять свои обязанности, помогать в ротации, помогать ребят в отпуск отпускать. Помогать в командировку собраться. К тому же, вы же показали в репортаже, что мы организовали строительство церкви, мечети. Сейчас она достроена. Достроена, да, уже действует. И полковой батюшка приезжает туда и ведет службы. Много литературы нам по гуманитарной помощи приходит. Потому что у нас и буддисты же есть. Наш один из злодов укомплектован тувинцами, которые себя очень хорошо показывают. Мы их лично всех знаем с 22-го года, потому что мы в апреле 22-го года служили вместе в Барсе. Поэтому мы с большой радостью их взяли в наше подразделение. И спасибо губернатору Ульяновской области, что он разрешил докомплектовать наш именной батальон представителями другого региона. Вот так получилось. Мы попросили, он пошел на встречу. Ну, они, естественно, не из Ульяновской области, но ведь и вы родом из Ульяновской области. Но ведь Ульяновск для вас уже стал немножко родным. Для них станет, как вы считаете, со временем? Ну, будем надеяться, потому что мне кажется, что они, скорее всего, там и останутся. Прямо на постоянное место жительства. После освобождения очень много работы. И по восстановлению, опять же, леса всякие надо будет восстановить, которые сейчас сожжены, что-то выпилено. Ну, и улучшать демографию. Ну, вот о восстановлении той территории, где вы сейчас находитесь. Насколько я знаю, вы уже начали эту работу, вот сейчас. Причем продолжаются боевые действия, но вы уже музею помогаете другим учреждениям. Ну, в меру возможности, потому что все равно этот музей, краеведческий музей в Кременной, он находится практически в зоне обстрела и туда прилетает. Поэтому там много тоже не сделали. Что мы не сделали? Там отопление, окна, кровлей хотели заняться. Ну, пока вот притормозили им уже. Потому что и людей не хватает. Потому что у нас большое количество личного состава находится на ЛБС. И свободных людей практически нет. Если мы на отдыхе, отдых у нас 2-3 дня, за это время человек успевает только постираться, привести себя в порядок и обратно. Вот за то время, что вы находитесь на этом участке фронта, насколько сильно изменилась ситуация с точки зрения противника? Чувствуете ли вы, что у него меньше стало боеприпасов, что он ослаб или нет? Нет, он не ослаб. Противник такой же сильный и, можно сказать, даже уверенный в себе, самонадеянный. Очень много роботизированной техники, коптеры, не переставая, круглосуточно. Но мы со своей стороны тоже работаем. Поэтому, в принципе, на политике. Тут вопрос тактический. Потому что мы находимся в таком месте, которое надо удерживать. То есть мы в данный период времени не должны были идти вперед на других направлениях, чтобы у нас немного выровнять линию фронта. Противник как был силен, не надо расслабляться. Это приведет к плохим последствиям, если расслабиться. Вы, как человек, который непосредственно работал с личным составом, видите? Какие настроения среди бойцов? Они не расслабляются? Бойцы, нет, не расслабляются, во-первых. Во-вторых, сейчас было три, наверное, сейчас четвертое. Первое, когда мы их видели, когда их только набирали в военкоматах, в пункте отбора по контракту. Спасибо майору Калинину за помощь. Когда вместе с министром Ульяновской области Нейробиевым Геннадимом Викторовичем провожали бойцов, это были одни ребята. Потом, когда были в Тотском, это уже были другие. Когда они пешком походили, постреляли, это уже второй этап. Третий этап был, когда они впервые на ЛБС оказались. Ну, кто как реагировал, в основном, конечно, настороженно с опаской. Многие люди же вообще в армии не служили, которые у нас в подразделении есть. А сейчас-то такие матерые бойцы. Когда они вернутся, их родители будут гордиться. И дети тоже. И очень жаль, конечно, есть у нас потери. Очень хорошие ребята. На них, наверное, лучше сделать будет отдельную передачу, потому что там о каждом нужно рассказывать. Вот недавно Козлов Дмитрий Юрьевич погиб от вражеского дрона. Похоронили недавно. Он был капитаном в Леновской команды по хоккею с мячом. Вы же слышали. Да. Вот это мой хороший товарищ, тоже с 22-го года, я его знаю. Мы вместе были в Барсе. И вот он тоже, второй заход оказался таким смертельным. С какими сейчас проблемами сталкиваются бойцы-подразделения? Может быть, какие-то дома сложности, финансовые проблемы? Вы же все равно налаживаете диалог, чтобы решить эти проблемы. Ну, финансовые проблемы, ребят, те, которые, скажем так, с выплатами, мы практически и все их решили, эти вопросы. То есть раньше было такое, что там человека вроде как к нам привезли, прикомандировали. Ну, я не про тех, которые наши изначально были. Прикомандировали, а он, оказывается, там в другом подразделении числится. Вот, и поэтому надо было сделать так, чтобы он получил денежные довольствия вовремя. Но это работа штаба, и, в принципе, начальник штаба, и я помогали. Если у кого-то какие-то задержки в уплатах были, все эти вопросы решались. И, насколько я знаю, в данный момент решены, иначе проблемы были. Вот, по поводу того, что в семьях там какая-то помощь нужна, то, в принципе, напрямую командир батальона связывается с тем же министром Ульянского власти Неравеем Геннадимом Викторовичем. И он уже на основе вот этой заявки, что там какая-то помощь нужна бойцу, или там детей в летний лагерь отправить, или крышу починить, он уже дает распоряжение по ведомствам, по министерствам. Вот, и они там уже помогают в нашем регионе решить эти вопросы. То есть диалог полностью налажен, даже если боятся другого региона, то наши регионы. Кроме того, что точно. Да. Если боятся другого региона, тут вопрос такой. Услуги оказываются только жителям региона. А в те регионы, из которых они прибыли, они зачислены к нам после того, как уже батальон был сформирован. Их проблемы решают у них в регионах. Понятно. Так, если говорить о планах на самое-самое ближайшее будущее, этот месяц, крупнейшее событие, общественно-политическое, выборы, как идет подготовка к ним? Как раз по поводу выборов. Наше подразделение уже не первый раз проводит, скажем так, голосование. Потому что в сентябре 23-го года мы организовали выборы в законодательстве собрания. И, в принципе, у нас уже есть опыт. И на основании вот этого полученного опыта мы уже организовали предварительно в подразделении и на ЛБС, чтобы все, кто реально имеет желание проголосовать, то есть не вынуждаем же мы их за кого-то тем более голосовать. Каждый делает свой выбор сам. Ну, на ЛБС и в пункте временной дислокации выборы будут организованы на высочайшем уровне. То есть, я так понимаю, сотрудник избиркома выезжает на ленингу в соприкосновение сам, непосредственно? Не совсем так. Сотрудник избиркома на ПВД организовывает выдачу. Там все опечатано. Ну, там целая технология. Я не буду рассказать полностью, как это выглядит. Вот. И на ЛБС уже выдаются бюллетени, человек голосует, сам пускает в урну. Урны опечатаны еще раз. После этого урны вот эти запечатанные отвозятся в ПВД. То есть, там с урной приезжают, ребята отголосовали, все обратно вернули. И уже потом через крупный населенный пункт, через границу, они уходят вместе с представителями избиркома. Там будут представители от госучреждений, госслужб. Насколько вообще сейчас ребята настроены голосовать о самых отношениях к выборам? Ребята хотят, чтобы в этой войне мы победили, поэтому они будут голосовать, как велит сердце и разум. Потому что ни о каких переговорах речи быть не может. Это мнение бойцов. Последний вопрос задам. Что сейчас нужно подразделения в плане техники? Может быть, какая-то гуманитарная помощь? Есть возможность передать на всю аудиторию? Гуманитарную помощь у нас организовывает губернатор Ульяновской области, во-первых. И к тому же есть фронт, представьте, ТЛ-73. Это жены военнослужащих. Совместно с боевым братством Ульяновской области все это организуется, отправляется. В чем есть нехватка, на что постоянно не хватает средства? Естественно, коптеры. Потому что там нужны не только разведывательные, но и ФПВ-дроны. Это такой материал, который, в принципе, дорого стоит и одноразовый. Вот если кто-то изобретатель или готов закупить такую технику, то, в принципе, он может обратиться в боевое братство Ульяновское. И там все подскажут, как что сделать. Встречный вопрос. А с ульяновскими коптерами, если это не военная тайна, уже сталкивались? Пираги? Да, мы читали про них, просто они не попали в наше подразделение. А только читали пока? Да, пока читали, но есть, конечно, идеи по этому поводу. Потому что я сейчас, надеюсь, это не военная тайна. В нашем подразделении официально взвод бы был это дополнительное подразделение. Уже назначен командир, и ребята проходят обучение как раз на пилотов этих беспилотных. Операторов. Ну да, операторов. Так, ну что, огромное спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был Алексей Корнычук, заместитель командира именного батальона Ульяновск. Будем надеяться, пиране до вас тоже дойдут. И вы удержите те позиции, которые удержите сейчас. И будете их удерживать столько, сколько потребуется. Удачи вам. Я думаю, мы увидимся. Подряд вузами. Приезжайте в гости. Спасибо. Спасибо. Спасибо.